Приветствую вас. Я думаю, что для начала вам желательно определить вот эту вот историю о том, как поступить, то есть какая цель у вас. Если вы хотите каким-то образом определённым поступить, то мне кажется, было бы здорово, если бы вы определились с целью. То есть было бы здорово, если бы вы определились с тем, какова цель того, какой хотите поступать. То есть если вы, к примеру, хотите, допустим, наладить отношения, допустим, с молодым человеком, то это одно, если вы хотите наладить отношения с ним. Если вы хотите, к примеру, разобраться в себе, допустим, это немножечко другое. То есть всё зависит от цели. Что касается резности того, что вот вы говорите, что вы очень резнивые, то резность происходит из нескольких аспектов. Первый аспект это неуверенность в себе. Второй аспект это страх одиночества. Третий аспект это отношение к интимным взаимодействиям. Такое гиперстрахированное, я бы сказал. Ну то есть вас это достаточно легко, например, задевает. То, что у мужчины может быть какая-то связь. Потому что вы можете даже знать наверняка, что там ничего нет. Да, но всё равно вас это вдевает. Вот. И, в принципе, ещё можно говорить о... чувстве собственничества, которое у вас может иметь место быть. А вот. А также нуждаемость в человеке. То есть вы, условно говоря, вот чувствуете, что мужчина вам нужен. то есть некие, некие аспекты, которые есть в отношениях, в ваших отношениях. А вы пытаетесь, значит, получить по причине того, что вам самой, по-видимому, чего-то не хватает. Ну, здесь, конечно, нужно исследовать, чего именно вам не хватает и почему. Вот примерно так. Ревность, это лишь внешняя оболочка. Как я и сказал, это именно такой страх и достаточно серьёзный страх одиночества у вас имеет место быть. Вот. И если он имеет место, страх такой, то, ну, можно говорить, в принципе, о том, что вы находитесь, ну, в определённом конфликте, с собой, как-то вот конфликтуете, и вам с собой некомфортно. Вот. А почему-то по, ну, в силу ряда причин вам некомфортно с собой. Вот. А мне кажется, что данный аспект нужно исследовать. Сюда можно включить и наличие либо отсутствие личностного смысла, то есть общего смысла жизни, целей, ценностей и так далее. Всегда можно включить обесценивание себя в той или иной степени. Всегда можно включить различного рода страхи. которые, ну, могут иметь место быть у вас. Вот, соответственно, так примерно мощно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Самостоятельно сделать это невозможно. Самостоятельно избавиться от ревности невозможно, потому что за ревностью скрываются практически, ну, практически всегда за ревностью скрываются определенные чувства. За ревностью скрываются определенные, э, 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 потребности. За ревностью скрываются определенные желания. Вот, и вполне, вполне такое может быть, что вы просто отталкиваете себя, ну, отталкиваете от себя мужчин, вот, и делаете вы, это, эм, совершенно не случайно, вот, то есть, тут вот, важно отдавать себе в этом отсчёт, а, важно иметь, э, данные аспекты в виду, то есть, это, вот, не просто так, что вы взяли и избавились от ревности сразу и всё, то есть, прежде чем, эм, избавляться от чего-то, э, сперва желательно, эм, озаботиться, эм, с тем, что вам, ну, что вам нужно, э, вообще, вот, такая вот история, э, я думаю, как можно ответить вам на вопрос, который вы задаёте, э, в принципе, э, на этом пока всё, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, э, за его оценку в качестве лучшего, я, э, э, надеюсь, что вы, э, ещё раз, пересмотрите, э, то, то, для чего вы, собственно говоря, в отношениях, э, э, с мужчиной, э, находитесь, э, зачем, э, зачем, и, э, для чего вам, э, вот, такого рода отношения, да, в которых человек вам брёт, а человек вам брёт, потому что пытается, э, э, за ваш, э, счёт, э, самоутвердимое утвердиться, вот, э, э, повысить, повысить, образно говоря, э, свою ценность в, э, ваших глазах, вот, ну, и, как бы, понятно, что, в целом, отношения от такого рода, они, ну, нездоровые, это, это, я надеюсь, очевидно, что они основаны явно не на духовном и личностном фундаменте, вот, так вот, посмотрите, как, как вы относитесь к этому человеку, э, вот, вероятно, вы пытаетесь доказать ему, э, через него, точнее, э, что это себе, вот, если это так, то этот момент нужно скорректировать, чтобы вы в отношениях были не стремясь кому-либо что-либо доказывать, вот, там, как вы, э, себя ограничиваете очень сильно, вот, тут так, э, э, я желаю вам всего доброго и буду благодарен, если сделаете мой ответ лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!